Слава Господу, братья и сестры! Мир вам! Достоин наш Бог славы, хвалы и поклонения. Я читаю из книги послания святого Павла к Галатам, 6 глава, очень известная нам место Галатам, 6 глава, 7 по 9 стих. И тема моей проповеди будет «Что посеешь, что пожнешь?» Галатам, 6, 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Братья и сестры, это слово «что посеешь, что пожнешь» мы много в своей жизни слышали. Наверное, мы даже другим говорили, правда? «Что посеешь, то пожнешь». Да даже неверующие, бывает, это словосочетание употребляют, не зная, что оно вначале было написано в Библии. «Что посеешь, то пожнешь». Я вам скажу больше, братья и сестры, сегодня нам говорилось, слово звучало, хорошо звучало через братские уста. «Не оставляйте собраний ваших». Если я спрошу вас, а для чего мы собраны сегодня на этом месте, братья и сестры, можно так сказать, чтобы имели общение, и это правильно, чтобы послушать Слово Господне, и это тоже правильно. Но основная цель даже сегодняшнего собрания, чтобы в нашей жизни был какой-то плод, чтобы то Слово, которое сеялось сегодня, как сам Христос говорил, что семя, которое сеется, это Слово, оно должно принести плод какой-то в нашей жизни. Мы не просто сидим здесь, на этом собрании, чтобы как-то в своем разуме порассуждать, какая проповедь сильная, какая не очень, какой псалом сильно спели, какой так. Братья и сестры, цель сегодняшнего служения – Христос сказал, «Та ветвь, которая приносит плод, я очищаю ее, чтобы она больше принесла плода». Угодно было Богу через юродство проповеди спасать верующих. Это Слово юродство означает через бессилие, через даже такое неразумие по-человечески, как может быть через простые слова спасения души человеческой, но Бог так определил. Юродством проповеди спасать тех, которые слышат это Слово. И Христос говорил, «Я не пришел в этот мир, чтобы судить вас». Слово, которое вы слышите, оно будет судить вас. Поэтому я хотел бы, чтобы мы были особенно внимательны к слышанному не только в этом собрании, но в каждом служении, в которое мы приходим. Это еще один стук Божий в твое сердце. Это еще раз рука этого небесного сеятеля, который сжимает зерна. Оно раскидывает по нашей, на вине тама внутренности нашей. Бог ожидает плода. В это время, октябрь месяц, мы видим, как природа потихонечку меняет сезон, как переходит из жары в более прохладную погоду, когда листья на деревьях потихоньку начинают желтеть, а потом опадать, день становится короче. И в это время многие в народе Божьем празднуют этот праздник жатвы. И этот праздник, он в своем составе имеет двоякое значение. Первое, мы благодарны Богу за все милости, которые Бог посылает. На полях Нива дала свой плод, на полях мы видим созревшие плоды, мы видим, как Бог благословляет и эту страну. И как-то один брат, помню, говорил, жил он в той местности, где был чернозем, говорит, и сколько мы старались, но, а тут посмотришь, сухая глина, опаля наполнены плодами. Бог дал силу для этой земли произращать, Бог дал благословение для этой страны. И наши дети не нуждаются в куске хлеба. Слава Богу за это. Но, братья и сестры, вместе с тем, этот праздник, или же этот сезон, осень, он привлекает наш дух к тому, чтобы порассуждать, что время подводить итог. Время подводить итог нашей жизни, нашему служению Богу, потому что мы ближе подходим к тому времени, когда мы будем иметь встречу с нашим Господом. Я помню, как один брат, который заболел уже смертельной болезнью в преклонном очень возрасте, он писал обращение на один съезд, там было собрано много молодежи, он приветствовал всех находящихся там, а зачитывали это письмо, а потом читали, и его письмо начиналось так, в мою жизнь пришла осень, пришла та пора, когда я много что взвешиваю, много что пересматриваю, когда разумом своим возвращаюсь назад, когда много что в жизни своей вспоминаю. Как хорошо, чтобы мы делали эти остановки, чтобы мы обращали внимание на то, что прошло уже в нашей жизни, не когда мы лежим на смертном одре, а желательно делать это почаще, желательно делать это на каждом собрании. Как-то меня позвали в одно служение, я говорил там, что самые сильные собрания в моей жизни, это были не тогда, когда сходила большая сила Божья, когда были очень крепкие молитвы, да, это были сильные служения, но самые сильные собрания в моей жизни были тогда, когда я сидел на лавке, звучало Слово Божье, и я принимал какое-то решение. Я принимал решение, Господи, вот в этом я буду стараться делать вот так. Вот здесь было что-то неправильно в моей жизни, помоги мне поправить, а с этого дня, вот здесь я буду делать так, помоги мне в этом. Когда я выходил с этих собраний, что-то менялось в моей жизни, я работал над собой, и у братья и сестры, это цель Божья сегодня в этом служении. Чтобы ты что-то взвесил, чтобы ты что-то пересмотрел. Апостол Павел писал к церкви, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Другими словами сказать, Бог в позоре не останется, что человек посеет, то он и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти, пожнет тление, сеющий в дух от духа, пожнет жизнь вечную. И сегодня я кратко напоминаю некоторые законы, законы сеяния и жатвы. Что мы можем взять с этого? Закон сеяния и жатвы. Первое, на что я обращаю ваше и свое внимание, что посеешь, то и пожнешь. Это так просто, но так сложно в нашей жизни. Вы знаете, в одной местности одна верующая семья посеяла горох, а как раз в цене была другая культура. И они посеяли и начали очень сильно молиться к Богу и даже постились, Господи, пусть вырастет, и назвали там другую культуру. Молились очень сильно, слезно, ожидали чуда, братья и сестры, но пришло время, и как вы думаете, что взошло? Взошел горох. Я верю в чудеса, братья и сестры, я верю в чудеса Божьи. Я верю, что Бог наш, Бог чудес, но есть законы Божьи. Что посеешь, то пожнешь. Если ты сеешь ветер, пожнешь бурю. Если ты сеешь что-то нехорошее, пожнешь нехорошее. Если ты сеешь добро, может быть, тебе тяжело, может быть, тебе трудно, может быть, за это добро тебе отвечают злом. Знай, дорогой друг, ты пожнешь обязательно добро. Если ты сеял добро, будешь пожинать только добро. Есть другой закон. Посеешь мало, Когда пожнешь много, и когда человек сеет, то он ожидает большего. Нет такого, чтобы посеяли одну картофелину и ожидали одну. Какой смысл тогда сеять? Посеял одну, ну и ждешь одну. Или посеял черешню, посадил, ну и ждешь, чтобы в сезон одну черешню дало, один плод, одно ягода. Так нету. Когда человек сеет, он ожидает, что придет намного больше. Придет намного больше, чем я сеял. В этом смысл. Библия говорит нам, когда Исаак сеял, то плод был намного больше, 80 крат, а иногда и в 100 крат приносил. С одного зернышка 100 зерен. С одного зернышка 40 или 60 зерен. И поэтому взвешивают и говорят, урожай был. Почему? Потому что сеяли мало, пожинали много. Точно так же в нашей жизни, дорогие друзья, мы сеем, но запомни, ты будешь пожинать намного больше, чем ты сеял. Недавно одна женщина приходила на беседу, и она сказала мне одну вещь. Говорит, брат, и даже если ты будешь где-то говорить, говори об этом, что когда сеешь мало, пожнешь больше. Я, говорит, смотрю сейчас на свою жизнь, на свою разбитую, поломанную судьбу, и я делаю один простой вывод. Если бы я просто слушала моего мужа в таких простых житейских вопросах, если бы я просто слушала его, не оспаривала какие-то его решения, просто слушала его, В моей жизни все бы было по-другому. Абсолютно все бы было по-другому. Когда я сеял это непослушание, я не понимала, что я буду пожинать такую разбитую судьбу. Братья и сестры, посеешь мало, пожнешь много. Как часто мы сеем? Бывают какие-то привычки наши, непокорность, какой-то жесткий, такой колючий характер. А мы говорим, это просто часть меня. Ведь должно же быть часть меня какая-то. Ведь я же, ну, каждый человек, он уникальный. Вот это просто часть меня. Вот я такой. Вот я такая. Вот это просто часть меня. Мы не понимаем. Братья и сестры, придет время, нам надо будет пожинать. Мы будем обязательно пожинать. Мы будем пожинать то, что мы не хотели. Посеешь мало, пожнешь много. Мы порой сеем в наших детей, не замечая. Я хотел бы, дорогие мои, чтобы мы обратили внимание, что мы сеем в наших детей по отношению к церкви. Послушайте, что мы сеем в наших детей по отношению к церкви. Как часто бывает, наш неразумный поступок, он оставляет шрам на всю их жизнь. Я приведу вам такой пример лично со своей жизни. У меня дочери уже подросли, старшие. Одна принимала водное крещение в этом году, старшая. За ней идет другая. И вот я помню, как ко мне подошла вторая дочь после собрания. И она, они такие спокойные, но как-то она так наедине начала плакать мне. И говорит, папа, меня сегодня сильно унизили в школе родного языка. Я говорю, а что такое случилось? Она там помогает. И говорит, выбирали группу детей, чтобы петь. Маленькие дети такие, по 6-7 лет. И учительница говорит, и ты будешь петь с ними. А кому не предлагалось, подростков, уже все отказываются. Они говорят, нам стыдно с малышами петь. Что мы будем с ними петь? Маленькие пусть поют с маленькими. И говорит, я так как-то аккуратно говорю, да нет, я петь не буду. А учительница говорит, ты жена служителя, еще характер свой показываешь. Ты должна петь. И она мне плачет, рассказывает это, плачет. Говорит, папа, как-то перед всеми опозорили меня. Сидят другие подростки, улыбаются, на нее смотрят. Я ей говорю, знаешь, я что тебе скажу. Есть два выхода с этой ситуации. Можно пойти и побеседовать с той учительницей. Ты скажешь, ну что ж ты все-таки так унизила человека перед всеми. Но говорю, я знаю точно, это неправильно. Есть другой путь, где ты смиришься, и ты где будешь петь с ними вместе. Я тебя не заставляю, ты можешь не петь. В служении Богу вообще нет такого, чтобы заставлять или нажимать там сильно. Это твой выбор. Но если ты спрашиваешь меня, что правильно, правильно будет смириться. И сделай еще так, попроси, если стишок есть какой-то, и расскажи вместе с ними. Но для нее это был удар уже, наверное, в самое больное. Она промолчала, а потом на следующий день говорит мне, знаешь, папа, я сделаю, как ты сказал. Прошел этот день, и все были довольны. Никто не смеялся, никто не позорил ее, спела вместе с детьми, ничего плохого не стало. На что я обращаю внимание, братья и сестры, как часто бывают в нашей жизни такие ситуации. Может быть, где-то в воскресной школе обидели. А может быть, нам показалось, что служитель сделал замечание за внешность или за поведение. И у нас сразу у родителей бывает такая реакция, да это с природы вложено, защитить. И мы, бывает, защищаем так жестко, защищаем так конкретно, что не понимаем, что в сердца наших детей мы сеем потихоньку. Я своей дочери говорил, каждый человек должен пройти через одну вещь. Плоть наша должна быть распята. Слышите? Вместо нашего я на Голгофе. Если ты распнешь плоть свою, вот в этом раннем подростковом возрасте, твоему мужу не надо будет тебя ломать через колено. Ему не надо будет довоспитывать тебя. Если ты в этом возрасте смиришься, тебе на работе будет легче. Тебе в церкви будет легче. Тебе сказали, ты молча сделала. Тебя попросили, ты сделала больше, чем тебя попросили. Но если ты не справишься с вот этим бунтарским характером, который присущий каждому человеку, свою правоту доказать. Вы встречали таких, что в одном доме двое правых и вечные скандалы? А есть другая семья, там оба виноватых всегда, но живут душа в душу. Почему? Потому что там где-то я не была распята. И мы должны помочь нашим детям, чтобы они выросли покорными, чтобы они научились принимать обличения. Я слышал порой такое, я не дам, чтобы моих детей позорили. Я не дам, чтобы моих детей топтали. Но если ты не дашь этому, они будут топтать других. И когда ты будешь видеть, когда они топчут других, тебе будет больно. И ты будешь думать, откуда оно пришло. Господне Слово призывает нас, чтобы мы помнили, дорогой брат, дорогая сестра, что ты посеешь, то ты обязательно пожнешь. Если где-то подсказали, если сделали какое-то замечание, от меня зависит, не от соседа моего, чтобы я научил своих детей принимать нормально замечания, относиться к критике нормально. Сказали тебе, к примеру, юбку подлинше, просто одень подлинше. Сказали тебе, вот так не надо, значит не надо. Сказали, вот так будет, значит так, это нормально. Принимай, смиряйся, Бог тебя благословит. Как порою, обходя простые какие-то принципы жизни, мы потом хотим постами и молитвами исправить то, что просто является жатвой. А Господне Слово говорит, чем раньше ты поймешь, что ты сеешь, то ты обязательно будешь жать, тем легче будет тебе. Я как-то говорил с одним человеком, он мне говорит за свою жизнь. Я ни раз не видел, чтобы мой отец с моей матерью перед нами выясняли отношения. Ни раз не видел. И знаете, я смотрю на жизнь этого человека, он точно так же живет со своей женою. Живут мирно, живут в любви. Если где-то есть какие-то неровности, они спокойно зашли в комнату, поговорили и спокойно решили. Живут так дальше их дети. Братья и сестры, но если человек такой, что хочет доказать свое, пускай там в доме будет скандал, пускай там в доме все кверх ногами будет, но я свое докажу все равно. Ведь я права или я прав. Мы не видим, как мы потихоньку, незаметно сеем в наших детей. И потом растут такие, от которых плачут, от которых слезы текут. Божье Слово говорит, подумай, как ты сеешь. Подумай. Как-то мне говорили молиться за одну девочку. Помолитесь за нее. 16 лет не хочет дома жить. А я говорю, проблема не в ней так сильно, а проблема в обстановке в том доме. Почему не хочет быть в том доме? Почему не хочет? Потому что отец может обзывать где-то мать. Мать может спокойно делать свое, не советовавшись с отцом. А мы думаем, почему потом проблема с детьми? Братья и сестры, ответ простой. Что посеешь, то пожнешь. Это Божьи принципы. Еще на что я хотел бы обратить ваше свое внимание. Братья и сестры, мы пожнем в то время, в которое мы не ожидаем. Если мы сеем добро, это добро вернется нам в то время, в которое ты, брат и сестра, не ожидаешь. Я помню, мой отец рассказывал, когда-то он ехал, там еще в Узбекистане, где мы жили, ехал домой, шел сильный ливень. И на обочине дороги стояла машина, и там человек в белой рубашке, мокрый весь, и что-то копался с колесом. Не было у него инструмента поменять пробитое колесо. И он говорит, машины проезжали со свистом рядом, а я остановился. Вышел, там стоял такой интеллигентный узбек по национальности. Я говорю, давай ему помогать. Помог, поменяли то колесо, он мне деньги достает с кармана, давай, он говорит, не надо никаких денег, все нормально. Так они обнялись и разъехались. И прошло, говорит, довольно времени. Как раз это были 90-е годы, начало. Тогда особенно свирепствовали стражи порядка на дороге, права забирали, ну, потому что им тоже жить надо было, как-то семьи кормить. И забрали права у моего отца. И он говорит, прихожу я в милицию, чтобы как-то решать этот вопрос. И выходит, как раз один человек остановился, увидел у меня, узнал, и я его узнал. Тот, который стоял на обочине дороги. Это был начальник милиции. Он, говорит, вытащил права. Говорит, никакие штрафы, не переживай ни за что, все нормально. Как будут проблемы, приходи в любое время. У тебя, у родственников, никаких проблем не будет. И он говорит, сколько потом было таких моментов, где мне надо было обращаться. Кто-то с церкви просил, кто-то с братьев родных просил. И я выручал, говорит, помогал. Заодно пробитое колесо. Добро вернется тебе, когда ты не ждешь. Но я хотел бы сделать как бы предостережение. Дорогой брат, дорогая сестра, зло тоже вернется, когда ты не ожидаешь. Когда я учился еще в школе, я помню, мы читали один рассказ одного русского писателя. Он назывался «Выстрел». Этот рассказ. Я так запомнил его с детства. В нем рассказывалось про двух русских офицеров, которые в одном месте сильно повздорили между собою, и один дал пощечину другому. Это было в 19 веке. Тогда сильно модно было вызывать на дуэли. И они вызвали друг друга на дуэль. Вызвали друг друга на дуэль. Разошлись на определенное расстояние. Там у них правила были свои. И один горячий, молодой, из-за которого была эта проблема, сделал выстрел первым. Он промазал. Сбил только фуражку со своего оппонента. И теперь была очередь второго стрелять. Он был очень метким стрелком. Он достал свой пистолет и направил против своего соперника. А тот, который стрелял первым, в это время стоял, жевал черешню и плевал косточки своего оппонента. Спокойно. Говорит, стреляй. Я не боюсь. Такая, знаете, бесшабашная отвага. Но тот был постарше. Он говорит, я не буду тебя стрелять. Ты еще не понимаешь, что такое жизнь. И этот, который был дерзким, говорит, я оставляю за тобою право выстрела. Ты можешь выстрелить в любое время, когда захочешь. Так они разошлись. Они встретились через много лет. И этот приехал к нему, который постарше. Приехал, когда уже была жена, когда уже было хозяйство, когда родители оставили уже прислугу. И все шло очень хорошо. Он приехал, говорит, я приехал за этим последним выстрелом. И говорят, этот рассказ, что этот некогда дерзкий молодой человек, уже в зрелом возрасте, он сильно испугался. Он метался, он плакал, он дрожал весь. Не ждал, что придет выстрел, но в тот момент, в который он не ожидал. Они тогда разошлись мирно второй раз. Тот не стал стрелять. Но тот показал ему, выстрел будет, но он будет в то время, когда ты не ожидаешь. Братья и сестры, может быть, в чьей-то жизни ты сегодня пожинаешь что-то, и ты понимаешь, что дьявол пришел за последним выстрелом. Что делать тогда? Я не хотел бы закончить на такой ноте, как за одного брата говорили, он подведет к самым порогам ада в проповеди, а потом там бросит, и аминь. У Бога всегда есть выход, слава Ему. У Господа всегда есть выход. Даже в самых сложных ситуациях. И как-то я читал одно место со Слова Божьего, оно мне как-то по-особенному начало открываться не так. Раньше я замечал это. Помните, когда-то в жизни Давида была большая ошибка, был большой грех. Пришел Нафан, пророк, обличал его, и потом сказал, «Дитя, которое родилось тебе от Версавии, оно умрет». Помните, как Давид плакал? Семь дней плакал. Не ел ничего. Плакал перед Богом. Написано, первый день он лежал. Лежал, его подходили, поднимали, он не хотел ничего слышать, он плакал. Я вопрос вам задам, братья и сестры, дитя умерло или нет? Умерло дитя. И я думал, Господи, вот неужели вот эти слезы, вот этот пост, вот эта молитва была просто так? Плакал Давид, ну, пожинать надо, значит, все, пожинать, что сделаешь теперь? Но я нашел в Слове Божьем ответ, братья и сестры, недаром была эта молитва, недаром был этот пост перед Богом. Прошло время, когда Давид был очень старенький, когда ему было уже очень тяжело, он лежал на одре своем, и когда стоял вопрос, кто будет его наместником, кто будет после него, кто будет преемником самого сильного царя в истории Израиля, самое лучшее время для Израиля, братья и сестры, благоволение Божье и перс Божий упал на дитё Версавии. Той самой Версавии, за которую молился Давид, за этого ребёнка, Бог положил своё определение и дал, чтобы через эту Версавию родился самый мудрый человек на земле. Бог дал так, что Давид сказал на моего мула, посадите Соломона, пред ним преклоняйтесь, он будет царём. Не зря была молитва. Слышите? Не зря был пост, не зря было предстояние пред Богом. Были другие жёны, Вигея другие, которые тоже были благословенны, но та, за которую была совершена определённая молитва, там, где было покаяние пред Богом, горькое, слёзное, оттуда пришёл ответ. Дорогие мои, может быть, в твоей жизни было что-то насеяно, за что ты сильно переживаешь и говоришь, я теперь пожинаю, может быть, пожинаю в детях своих, может, в других обстоятельствах, а чё толку молиться, это просто жатва. Бог говорит, есть толк. Когда покаяние перед Богом, когда слёзы льются перед Ним, Бог даст благословение. Именно в тех детях, возможно, в которых ты видишь свой характер, Бог даст перемену свою, если ты смиришься перед Ним. Есть толк в смирении. Слово Божье говорит, Бог гордым противится, а смирённым даёт благодать. Я верю в это святое слово. Если так написано, значит, так есть. Значит, есть смысл каяться пред Богом. Значит, есть смысл смиряться перед Богом. Значит, есть смысл прощения, просить у Бога, у людей, у церкви, если надо. Есть смысл. Почему? Потому что придёт ответ от Бога и милость от Него будет. Да благословит нас Господь. Мы идём к молитве. Я зачитаю нужды по... Субтитры создавал DimaTorzok